Всем привет! Вы на канале Тренер Хапаев. Сейчас разберем немножко ситуацию, которая складывается с вашими мышцами при коксоартрозе или при асептическом некрозе. Диагнозы разные. Они находятся в одном тазобедренном суставе. Коксоартроз это разрушение хрящевой ткани, которая покрывает вашу суставную головку. Асептический некроз это отмирание костной ткани внутри самой головки, потому что кровеносная система, которая пропитывает капилляры кровеносные, которые пропитывают вашу костную структуру, не в состоянии справиться, они отмирают потихонечку. Когда они полностью отомрут, то вся вот эта губчатая структура в головке сустава не будет получать питание и тоже будет отмирать. Сколько времени это произойдет, за какой срок это произойдет, у всех по-разному. Все зависит, насколько разрушена эта кровеносная система, в какой стадии вы находитесь и что вы делаете для того, чтобы купировать это состояние, продлить это состояние. Вот давайте разберем сейчас с нашими мышцами историю, которая происходит при вот этих двух заболеваниях. Значит, будем использовать такие понятия медицинские, которые используют на реабилитации, в лечебной физкультуре. Это гипотонус мышцы, гипертонус и нормальный мышечный тонус. Вот есть как бы три определения ваших напряжения или расслабления ваших мышц. Значит, мы все знаем, что вся проблема возникает у нас сначала в спине. Изначально спина была предысторией, предвестником того, что у вас потом, впоследствии развивается коксоартроз или асептический декроз. Спина у вас находится в гипертонусе. Конкретно квадратная мышца спины, поясничный отдел, вполне может быть разгибатель спины вдоль позвоночника. Две трубы, левая и правая, могут тоже находиться в гипертонусе. То есть мышцы спазмированы, в гипертонусе, сокращены, как угодно можно называть. Смысл в том, что вы чувствуете после каких-то нагрузок постоянно дискомфорт в поясничном отделе. У кого-то с левой стороны, у кого-то с правой. Скорее всего, там и будет развиваться коксоартроз в тазобедренном суставе. Гипертонус, то есть у вас идет излишнее напряжение. Я называю это накопленным напряжением. Мне вот это более по-русски понятно. Накопленное напряжение, которое требует разрядки. Это в поясничном отделе, ближе к квадратной мышце спины. Посмотрите, в атласе анатомическом, как закреплена квадратная мышца спины. У нее очень сложные крепления. Она захватывает позвоночник, она захватывает нижние ребра, крепится к тазовым костям. И она очень универсальна. Проблема с квадратной мышцей спины сразу сказывается на вашей походке. Потому что таз сразу поднимается вверх, ребра опускаются вниз, у вас плечо начинает падать тоже вниз. Значит, это гипертонус. Ягодичная мышца находится в гипотонусе. Она ослаблена. Она может даже находиться в дисфункции. То есть она может не работать. Она пропадает. Она становится тощей. Ягодица визуально становится меньше в половину, чем ваша другая здоровая ягодица. Когда вы сидите, у вас вот эта ягодичная мышца находится в гипотонусе. Как только вы хотите встать, то есть почему она находится в таком состоянии? Потому что она растянута и нет напряжения. То есть вы ничего не делаете. У вас спина во время того, как вы сидите, спина вас стабилизирует, если вы хотите не облокачиваться. То есть спина играет роль балансера такого. Ягодица находится в состоянии покоя. Но не совсем. То есть мышечный тонус там присутствует. Мышечный тонус всегда присутствует. В меньшей или в большей степени у всех людей, кроме трупов. А вот спереди, вот паховая зона, где сгибатель бедра происходит, у вас идет такой повышенный тонус. Потому что вот если вы захотите встать, только наклониться. Ну, чтобы встать, вам нужно наклониться в период, опереться на стол и так далее. То сразу вы почувствуете напряжение, которое создается в сгибателе бедра с фронтальной стороны. Это проблемная часть любого коксоартрозника, некрозника. Это проблемная, потому что на долгой стадии заболевания, там если это третья стадия, четвертая стадия, то у вас начинаются стартовые боли. То есть настолько там гипертонус мощный, вот в этом сгибателе бедра, где участвует много мышц квадрицепс, много мышц напрягатель широкой фасции, и подвздошно-поясничное, подвздошное внутри, там в промежности может давать болевые ощущения. Эта боль может располагаться прямо по всей фронтальной части паховой зоны. Это говорит о том, что уже вполне возможно, что даже хрящевая ткань уже стерлась и оголилась кость, и сама кость дает болевые ощущения, не только мышцы. Но давайте пока хорошим, пока мы кость не будем трогать. Есть большинство случаев, когда это только касается мышечных болей. То есть когда вы хотите встать, вы напрягаете именно вот эту фронтальную часть. То есть ягодица натягивается у вас, когда вы хотите встать. То есть тоже она входит в какой-то тонус там, да, определенный. А спереди начинает у вас напряжение идти по квадрицепсу, и вы встаете за счет квадрицепса. То есть вы разгибаетесь за счет квадрицепса. И в конечной фазе ягодица, вот когда вы встали ровно, ягодица вставляется вперед, она тоже создает гипертонус. То есть у вас во время вставания в конечной фазе ягодица должна включиться в работу и удерживать вас в ровном положении. Чего не происходит. Потому что она не работает. Она уже отключилась, и у вас работает квадратная мышца спины. Но мы помним, что квадратная мышца спины находится в мощном гипертонусе. Вот теперь мы уже знаем, да, разгадки на нашу загадку. Загадка коксантроз, разгадка, что у нас квадратная мышца спины находится в гипертонусе, ягодичная мышца находится в гипотонусе, и паховая часть, фронтальная часть, квадрицепс, тоже дает гипертонус. Все, вся разгадка, все, можно теперь тренироваться. Как тренироваться? Успокаивать гипертонус, раскрепощать, да, снимать это избыточное напряжение и напрягать гипотонус, который является ягодичной мышцей. То есть ягодичную мышцу надо наращивать, а квадрицепс и квадратную мышцу спины надо расслаблять, снимать с него избыточное напряжение. Вот и все. Вопрос только встает, каким образом, да, какой методикой, какими упражнениями можно воздействовать на эти задачи, которые уже на пальцах подробно я рассказал, каким образом можно ягодичную мышцу прокачивать, каким образом можно расслаблять квадрицепс, полностью квадрицепс, то есть не только паховую зону, да, полностью, потому что это же мышечный объем, это 50% нашего тела, это ноги, да, мы убираем икроножную мышцу, и у нас остается 25% это вот квадрицепс. Как с этим работать? Конечно, это системная работа, это не получается так, что вот три основных вопроса мы раскрыли, да, и теперь вот надо делать по одному упражнению и все пойдет. Не пойдет оно так, да, в группе я это все подробно рассказываю, показываю, рассказываю, тренирую. Люди годами тренируются, люди год тренировались, чтобы сесть в кочевника, чтобы сокращенная мышца квадрицепса отпустила ногу, и человек мог сесть в кочевника. Уже на полдороги, уже он растянул ногу, конечное крепление, надо еще понимать, что существует начальное крепление и конечное крепление мышцы. Напоминаю еще, да, вот, чтобы доступное понятно было для физкультурников, есть понятие пресса, общего пресса, но есть нижний пресс и верхний, в народе так говорят. Также и на всех мышцах существует нижнее крепление и верхнее крепление, но у спортсменов почему-то только про пресс так говорят, вот про пресс говорят. Хотя еще говорят про бицепс, вот, про бицепс, потому что бицепс иногда так устроен, у него, у некоторых людей бицепс полный такой, прямо до сгибателя в локте, а у некоторых там такая ямка есть, вот, разные крепления, то есть сухожилия крепятся немножко в разных местах. И вот некоторые прокачивают нижнюю часть бицепса, некоторые верхнюю, то есть такое тоже есть в народе. Про ноги как-то не особо любят говорить, но это существует, это существует. То есть когда вы просто сидите в станке и разгибаете ноги в коленях, вы работаете вот больше на сустав коленный и включаете нижнее крепление квадрицепса. Если вы работаете, распрямляете, сгибаете тазомедренный сустав, то, ну, например, вы делаете наклоны какие-то со штангой, да, то там, на прямых ногах, там исключается нижнее крепление, но начинает работать квадрицепс в верхнем креплении и плюс еще ягодицы. Поэтому это все очень сложно. И вот когда говорят, ты что-нибудь покажи. До того, что я вам показываю по 10, по 5 минут вот эти упражнения, за кадром остается вот эта вся лекция, которую, ну, вы не хотите слушать, потому что вы не можете понять связь того, что я говорю сейчас, с тем, что я потом показываю. В группе это все понятно и ясно, потому что я час объясняю и показываю то, что я сейчас 12 минут наговорил. В чем сложность, еще раз повторяю, ягодичную мышцу, чтобы прокачать, приходится использовать другие мышцы, потому что она находится посредине нашего тела. И подобраться к ягодичной очень изолированно не получается. Вы прокачиваете ягодичную, всегда будет включаться бицепс ноги. В большинстве случаев он будет включаться, бицепс ноги. И если у вас ягодичная уже изначально в дисфункции находится, что бы вы ни делали, у вас будет бицепс ноги прокачиваться, а он, к сожалению, тоже находится в сокращенном состоянии, спазмированный у многих коксоартрозников. И его качать не надо, да? То есть нужно именно изолированную ягодицу включить. Говорят, да вот я делаю ягодичный мост. Делаете ягодичный мост, у вас будет опять работать поясничный отдел и бицепс ноги, потому что поясница, как я говорил, квадратная мышца спины находится в гипертонусе, бицепс ноги находится тоже в избыточном напряжении. И когда вы начинаете делать ягодичный мост, где ключевым является ягодица, да, у здорового человека получится прокачивать ягодицу, у больного коксоартрозника не получится, у вас будет утомляться поясница и будет утомляться бицепс ноги. И вы бросите к чертовой матери это упражнение. Вот и все. И чтобы правильно найти упражнение, для этого нужно в группе позаниматься и понять через какие-то эксперименты, через какие-то пробы, найти для себя то упражнение, которое действительно будет работать на ягодицу. То же самое на раскрепощение квадратной мышцы спины, на раскрепощение квадрицепса, ну и квадратной мышцы спины тоже. Она у нас постоянно работает. Мы же кроме того, что мы час позанимались, мы же ходим, и у нас идет сразу же избыточное напряжение. Потому что это мышцы-стабилизаторы, которые удерживают нас в вертикальном положении. А если вы уже больны, и у вас уже квадратная мышца спины с квадрицепсом находится в избыточном напряжении, вы уже наклоняетесь вперед, меняете центр тяжести, усугубляете это напряжение, ухудшаете его, то есть добавляете еще туда. Понимаете? И получается бег по кругу. Вы час позанимались, немножко расслабили, вам стало легче дышать, прошло полдня, вы находились там даже по комнате, вы находитесь, и у вас опять начинаются болезненные ощущения. То есть надо заниматься порционно, надо заниматься по 15-10 минут каждый день. Когда вам говорят, делайте 12-15 упражнений, вот, положили девочку перед вами, красивую, в красивом пушапе, там, да, вот это когда в задницу все лосины, и вы смотрите на эту задницу, ну, я про мужиков, да, и бабы тоже смотрят, и вы думаете, что вы воспринимаете информацию, и вам говорят, вот это упражнение сделайте, оно хорошее для ягодиц, вот, там, легли, помахали. 12-15, откуда это все берется? Это все такая профанация, это просто игра словами, это просто набор каких-то упражнений, которые люди, не болеющие коксоартрозом, показывают вам, сами не понимают, что это невозможно сделать коксоартрознику, потому что у него мышцы не работают там, и не 12-15, не 20 повторений надо делать, а надо найти, во-первых, золотое упражнение для вашей ягодицы, и делать его на 8, на 6 повторений, то есть нужно делать с таким усилием, с таким утяжелителем, с таким напряжением, чтобы получалось 6-8, ну, максимум 10 раз, с периодизацией, вести дневник, загружать эту ягодицу, периодически, не каждый день, что вот прям загружаете и загружаете, она будет работать у вас на выносливость, она у вас будет, в поперечнике не будет расти, она не будет увеличиваться, надо преодолевать силовые какие-то пороги, понимаете, вот в чем сложность во всем, уже на 16 минут наговорил, спасибо за внимание, не знаю, поняли вы или не поняли, но в закрепленных комментариях я оставлю для вас специально статью, где указаны ссылки, где меня можно найти, захотите, найдете, не захотите, значит, в ютубе смотрите вот эти рекламные ролики, всем пока!